В Мурме продолжается плановая реализация программы по капитальному ремонту. В текущем году будут проведены работы в 43 многоквартирных домах. На это будет затрачено более 140 миллионов рублей. Самый востребованный вид работ – восстановление кровель, ремонт фасадов, инженерных сетей и замена лифтового оборудования. В некоторых домах ремонт уже завершен. В других же, например, как в доме 35 по улице Свердлова, полным ходом идет установка нового лифтового оборудования. На месте капитальных работ побывала наша съемочная группа. Девятиэтажке по улице Свердлова почти 30 лет. За это время лифт износился до такой степени, что, как говорят местные жители, стал просто непредсказуем. В итоге на общем собрании жители решили заменить его на новый за счет накопленных средств по капремонту. Ну, в последнее время оно не то чтобы страшно, но непредсказуемый был уже лифт. Он мог и не поехать, не доехать до того этажа, который мне нужен и так далее. То есть он был уже ненадежным. Эксплуатация дальнейшая, я считаю, что была уже бессмысленна. То есть его надо было либо хорошо ремонтировать, либо просто менять. В среднем замена лифтового оборудования занимает чуть более месяца. В некоторых домах монтаж уже завершен. Например, как в доме номер 5 по улице Заводской. Там жильцы с радостью пользуются уже новыми лифтами. Мы ходили по квартирам, спрашивали, ну как, согласны, согласны. Все безоговорочно подписывали документы, что да, согласны лишь бы. И мы не могли дождаться, когда его запустят новый лифт. Ну, конечно, сначала все путались, он у нас вот и застревал, он у нас тут и... Ну, в общем, все сразу на все кнопки нажимали. А сейчас потом ребята приехали, сейчас его наладили как следует. Замечательно. Он прямо трогается, его не слыхать. И едешь не слыхать, и как тут. Также на сегодняшний день работы по замене лифтового оборудования ведутся в доме 44 по улице Автодора. В домах Ночкалова 29 и Кооперативный 7 монтаж завершен. Специалисты управления жилищной политики администрации округа Муром обращают внимание жителей многоквартирных домов, что применительно к лифтовому оборудованию стали действовать новые требования. В соответствии с которыми все оборудование, отслужившее свой нормативный срок службы 25 лет, должно быть заменено, приведено в соответствии. Поэтому собственникам домов, которые формируют счет капитального ремонта на специальном счете, необходимо задуматься уже и принимать решение какие-то шаги к замене лифтового оборудования, потому что в феврале 25 года все оборудование, отработавшее свой срок 25 лет, будет остановлено. Информация по домам, где есть лифты с отработавшим либо подходящим к сроку отработки сроком службы, доведена до собственников домов, до председателей, товарищей собственников жилья. В настоящее время по программе капитального ремонта также ведется замена кровельного покрытия на пяти многоквартирных домах. Вадим Уколов, Илья Облетов. Наши новости. Продолжение следует...